К чему приводит жажда денег и так ли неотвратима судьба? В Самарском театре оперы и балета давали оперу «Пиковая дама». Трагедия, написанная Пушкиным и положенная на музыку Петра Чайковского, наполнена мыслями и чувствами героев, их надеждами и страданиями. На кону стоят жизни людей, поэтому цена ошибки высока. Это бессмертное произведение, сочинение, очень цельное, полное, в котором присутствует все, и любовь, и азарт, и жажда денег, и убийства. Три действия, семь картин, аутентичные костюмы и множество исторических артефактов. Декорации на сцене меняются мгновенно. Оперные певцы признаются, работать нелегко, зато какой масштаб. Помимо сложной музыки Петра Ильича Чайковского, здесь еще очень серьезные сценические условия, потому что все ездит, и нужно быть над Чайковом не только головой и с дирижером, но и ногами со своим телом. Зрители увидели постановку в рамках Международного фестиваля оперного искусства «Славянский дом». Его цель – собрать лучшие оперные и музыкальные театры славянских народов на самарской сцене. Великолепный театр, просто потрясающий, певцы изумительные, оркестр, дирижер. И вот надеюсь, что вот у нас такое вот случится единение культур. Наши певцы к вам приезжают, спектакль тоже ваш к нам возили в Минск. К сожалению, были репетиции, я не видела ваших исполнителей, но очень хорошие отзывы нас слышали. После спектакля зрители охотно делились впечатлениями. Кто-то уже был знаком с произведением, слушал запись в аудиоформате. Это совершенно другие ощущения, совершенно другие. И потом это же действия, это костюмы, это декорации, это мимика актера. Когда это сделано качественно, это очень красиво, это очень здорово, это очень приятно. И это удовольствие от музыки, от оперы. Фестиваль оперного искусства «Славянский дом» продлится до 7 апреля. В дальнейшей программе шедевры русской классики. Оперы Евгений Онегин и «Князь Игорь». Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. Продолжение следует...